I have ways of blowing things off. Здарова, ребятушки! С вами Аладушки, Киберпанк здесь. Смотрите, какие вещи у нас здесь произошли. Во-первых, я нашел себе пистолет Нуэ, который у нас легендарный. Очень хороший ДПС. Тут еще всякие улучшения. И смотрите, увеличивает урон конечностям на 5. И у нас еще куча ячеек модификаций. Модификации я пока никакие не вставлял. У нас также, ну вот этот вот автомат Аякс. Он у нас уже был, он у нас так и остался. Мачете у нас обычный, опять же мы с ним ничего не делали. Что у нас по одежке? Приехал у нас вот такой вот необычный шлем. Защищает от падающих кирпичей и непрошенных советов по поводу одежды. С гарнитуркой, между прочим. Но самое большое приобретение вот этот поношенный плащ. Я так понимаю, что я с этого, с босса его только что снял. Тут у нас тоже 4 ячейка модификаций. Никакие моды я пока что никуда не пихал, не запихивал, ничего не делал. Просто переоделся в вещи получше. Кстати, тут 10 патронов, а не 12. Ну ладно, зато он должен быть помощнее. Во-первых, никакие моды я никуда не запихивал. Во-вторых, просто поразбирал немножечко все лишнее. Все, что обычное, все, что простое, все, что не годится. Давайте валим отсюда. Испойте в работе гео-чипа. Очень вовремя, спасибо, Джонни. Смотри, как, смотри. Видишь? Пидарасы, блядь. Если хочешь о чем-то говорить, так, ну давай. Что-то сказать, говорить. Я же вижу, что твою инграму что-то греет. Я все это время разбирался, что у тебя в голове. Пытался понять, с кем имею дело. Сперва я подумал, что тебе просто не везет. Но потом до меня дошло. В чем твоя проблема? Ты мальчик с пустошей, который всю жизнь полагался на помощь семье. А, так теперь, да? Ты никто. Ты воруешь у мусорщиков, от которых все наемники вытирают ноги. Как много ты, однако, знаешь о моем прошлом. Но это как раз логично. Ты видишь фрагменты моих воспоминаний. Я твоих. Логично, да. Я боюсь, что я перестану быть собой. Боюсь, что однажды начну принимать твои воспоминания за свои. Если это работает в обе стороны, то и мне придется жить с тем, что ты шел меня поимел. А что тут мне хочется? Можешь сказать, какая у тебя цель? Зачем я тебе нужен? Чтобы свести счеты с Арасакой. Больше незачем. Тебе четкая цель, как и у меня. Ну, в принципе, да. Ты хочешь уничтожить Арасаку и похоронить ее? А я не хочу отбросить коньки. У нас обоих довольно четкие цели. И наши пути как раз совпадают. Тебе надо найти Микоша, чтобы спастись, а мне, чтобы ее уничтожить. У тебя на счет идея. Да сколько можно? Опять ты начинаешь. Иди в Микоши, ломай систему. Ладно, я скажу тебе, почему я хочу разрушить Арасаку. Но скажу только один раз. Будешь слушать? Я целиком уши. Окей. Я видел, как корпы забирают у фермеров воду, а потом и землю. Видел, как они превращают Найт Сити в машину. Который ломает судьбы, уничтожает надежды и выкачивает деньги. Найт Сити это один город, хоть и большой, но один город. Они давно получили контроль над нашей жизнью. Но теперь им нужны и наши души. Да нет, чувак, души... Ви, я объявил им войну не потому, что меня угнетает капитализм. И не потому, что у меня ностальгия по Старой Америке. Это война людей против системы, которая перестала нам подчиняться. Борьба с пляцкими силами энтропии. Ты меня понимаешь? И я буду бороться. Чего бы мне это ни стоило. Придется убивать, буду убивать. Нужно будет твое тело. Я его, сука, заберу. Твою мать. Ты пока не видишь опасности. Но это пока. Ладно. Зрение, верни мне. Привет, этот еще у покупателя. Нет, спасибо. Так, ладно. Встретиться с таким урой. Нет, с таким урой сейчас встречаться-то не буду. А, все-таки пришел уровень. Да, неплохо. Давайте тогда в силе, что у нас там было? Еще хп-шку себе поднимем. А, можно еще и третий раз. А сколько его? А, три всего лишь. Это второй из трех. Третий раз я ее тоже подниму. Потому что плюс треть хп-шки, это всегда хорошо. Так, хорошо. Теперь еще лучше журнал. У нас осталось два основных задания. Окей. Насчет альта. Мы договорились. Она сделала альт F4. Всей вот этой белоликой корпорации. Через которую мы сейчас проходили. Я очень рад, что мне дали убить того парня. Он меня очень сильно бесил. Ну, вы видели, как происходит война с боссом? Типа, да, приходишь, смачет, начинаешь его рубить. Ну, по крайней мере, уже троих боссов я так ушатал. На перепутье вернуться с 15 тысячами. Стойте, стойте, стойте. Секретные материалы. Где у нас? У нас 48 тысяч. Я хочу. Я хочу, я хочу, я хочу. Сейчас, ребятушки. Деламейн. Нет, ну, Деламейн хорошая вещь. Поговорить с Барри. Где моя тачка? Так, так, так. Кровь. Добраться до места боя. Не, не буду это вот это все проходить. С процентами. Вернуть долг Виктору. Вот это вот я хочу. Он, я ему должен двадцатку. Я ему верну, черт побери, двадцатку. Это было одной из моих задач. Потому что чувак вроде, ну, относительно нормальный. Он нам сделал добро тогда. Он нас спас. Он то-то, сё-то. Я хочу вернуть ему баблом. А, у тебя такая же... У меня нет машины? Почему у меня нет машины? До свидания, ребят. Да, кстати, датчик... Я еще не выключал игру. Я записываю вторую серию подряд. Датчик хп-шп у меня до сих пор не отключил. Наверное, надо будет, знаете, что сделать сейчас. Погодите, я из боя уеду. Почему у меня нету своей машины? Я же... Это же... Там вон полицейский. Вернуть долг Виктору. Так, отлично. Я могу и в пяточку? О, кто-то звонит. Привет, Ви. Говорят, какой-то солдат открыл огонь по прохожим на пирсе. Если получится, постарайся его не убивать. Просто выруби. Я пишу за ним своих людей. Хорошо. Сейчас получишь подробности. Свали в туман. Ну и... Удачи тебе. Угу. Так. Ф5. Ф5 работает. Минутку, ребят. И так мы здесь. Хорошо. О, я могу теперь свою тачку вызвать. Прикольно. Почему-то до этого у меня не было этой опции. Видимо, у меня подключила игра, потому что я не мог тачку вызвать. И... Спасибо, вы очень добры. Так. Теперь у меня показатель жизни, наконец-то, на месте. Хорошо. У меня общее 216 жизней. Надо будет еще следующий... Следующий уровень качнуть еще 10% жизни себе. Интересно, оно берет 10% дополнительное от базового, того, что когда-то было, или 10% от того, что есть сейчас? Это было бы очень интересно глянуть. Ходишь. Вождение машин здесь абсолютнейшая пластилиновая. Каждый раз в этом убеждаюсь. Передвигаться на машине. О, Деламейн. Внимание. Где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Хорошо. Буду искать. Бешеный Деламейн у нас тут. Так, погодите. Это у нас не фастпоинт, случайно. Выбрать место назначения. Да, это фастпоинт. Переместиться. Все. Вместо того, чтобы ездить, ездить здесь вообще не доставляет никакого удовольствия. Давайте просто телепортнемся. Вот эти все звонки по дороге, по пути будут всякое такое. А ну, ну его нафиг. Ну, смотрите. То, что я могу сказать о сюжете пока что. Вот эта вот ветка сюжета, она довольно пока интересно развивается. Ну, мне бы неинтересно за ней наблюдать. Сейчас посмотрим. Правда, насчет вот этой бестии, если она такая недовольная истеричка, кого фига, она тогда так высоко забралась в гильдии. Ну, да пофиг. Кто? Заткни пасть. Где котик? Тут котик в прошлый раз был. Куда вы кота дели? Ушел. Ушел. Ты проблемы ищешь? А ты их уже нашел? Да я тебе по морде потопчусь. Та-та-та-та-та-та-та. Нет, тачки покупать идите нафиг. Я говорю, от вождения здесь никакого удовольствия, поэтому до свидания. Чувак, мне нужно тебе бабло вернуть. Я хочу... Да почему 21 тысячу? Ладно, пофиг. Я хочу отдать, да. Я наконец-то наскрыл денег, чтобы вернуть тебе долг. Да придержи пока. Они тебе нужны больше, чем мне. У меня деньги счислились, если что. Нет, Вик, с собой в могилу я их не заберу. Возьми. И спасибо, что столько для меня сделал, не получая взамен ни Энни. Для того и нужны друзья. На стене странный рисунок. Слушай, ты не смейся только. Я в городе видел кое-что странное. Ну, типа, рисунки на стенах. Но только не настоящие. Ага. Ну, бывает, Кироша глючит. Давай гляну. Не, не, это не глюк. Рисунки слишком сложные. Они, типа, как символы. Ну, значит, проблема в биочипе. Мозг не справляется с объемом данных. Вот и глючит. Либо данные ебашит прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать. Не, ну разве что как-то избавиться от биочипа. Понятно? Понял. Понял. Шут из Найт-Сити. Хук слева журнал боксеров. Кадзуа Кана. Его имя уже несколько месяцев на устах у всех любителей бокса. На счету этой новой звезды полутяжелого веса. 20 побед в профессиональных боях 17, с которых одержано досрочно. Они обвиняют его в употреблении допинга. Другие связи с якутсой. Ладно. Окей. Насчет употребления допинга. Ребята, вы посмотрите, что творится вокруг. Импланты, вещества, препараты. Серьезно? Ну тут такая вещь, как допинг еще. Что? Где? Я ничего не приобретал. Вы что? Так, ладно. Журнал. Где? Вернуться к 200 из 15 тысяч. У меня как раз 27. Я так полагаю, что возможно у меня бабло появилось тогда, когда... Тогда, блин, надо избегать вот этого тогда, когда. Потому что это становится очень плохой привычкой. Задание, где нужно было взломать агента. Я думаю, что это оттуда. Так, ладно. Заказы. Найти киберпсихопата на пирсе. Идете лесом. Заказ. Девушка. Найти Анну. Зачем мне это? Я не вижу смысла, зачем мне это делать. То есть, как для Ви, для человека, который страдает своими проблемами, я не вижу, зачем ему браться за эти заказы. Регенерирующая Глен. Найти такси Даламэн в Глене. А, реинтеграция. Тьфу, блин, регенерируешь. И че я несу? Хорошо. Хорошо, хорошо. Значит, секретные материалы. Найти модуль памяти Сандры. А, это девушка, которую мы спасли. Она такая, ой, найди мне еще секретный модуль. Если я когда-либо поеду на это задание, то я заберу этот модуль себе. Пошла она нафиг. Шут из Найт Сити. Я так понимаю, что найти в городе граффити с Таро. До свидания. Что у нас еще есть? Интеграция. Это все по Даламэну. Это, в принципе, интересно. Надо найти способ обезвредить эти Даламэны. Это глупо как-то получается. Два товарища. Полиция заинтересовалась своим соседом. Блин, идет нафиг. Так, так, так. Так, вот драки и всякое такое-то я точно делать не буду. Автомания. Кварц. Уровень угрозы очень низкий. Купить Арчер. Не, это тачки покупать. Я их тоже не буду. Почему-то он у меня отметился. А, блин, журнал. Так, на перепутье нам надо. Да, вернуться к Бестии. Все, валим отсюда. Рад сообщить, что ваше... Наш транспортное средство, пострадавшее во время недавнего инцидента, отремонтировано и доставлено в ваш гараж. Желаю вам хорошего дня и безопасной дороги. Спасибо. То есть... Задание обновлено. Вы предлагаете мне... Съездить за моей машиной, что ли? Аросака вообще, говорят, не люди. Так, дорога там. Давайте, может быть, я съезжу за своей машиной. Есть такая идея. Сейчас посмотрим. А, ты меня по дворам ведешь? 175 метров. Так. Стоп, ребят. Минутку, 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 минутку. Где моя тачка Чумба должна она называться? Типа, где моя тачка Чувак? Я ее не вижу здесь, этой миссии. Шут, цель, спли, королева, секретные материалы. То есть... Там написано, что она вроде как обновлена, но на самом деле она... Вот, завершено. Задание выполнено. Все. Просто машина вернулась в гараж. Хорошо. Вот. Теперь я могу выбирать, на чем ездить. Ездить я буду на вот этой вот штуке, наверное. Потому что раз уж мне вернули... Ну, тот пирожок неуправляемый вообще ни о чем. Чуде Альварес. Жуди, что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Объясни, что? Это ты стал основным заданием? Как говорят народы, ни одно доброделание остается безнаказанным. Протянешь кому-то руку и обязательно откусишь. Поможешь в беде, выжмут из тебя все, что можно, а потом скинуть. Спасешь кому-то жизнь. Угадай, что тебе за это сделают. К бестии. Жуди, ты не основное задание. Ты подождешь. Опять же, я не понимаю мотивации нашего персонажа сейчас ехать к Жуди. Потому что, ну, он сейчас занимается своими проблемами. Почему он должен... Блин, я тачку вызывал чисто для того, чтобы посмотреть, что это моя тачка. Ладно. Привет. Да идите нафиг. Какой ты стильный, модный, молодежный чувак. Из двух стволов палишь. Сейчас помогает Жуди. Кто она мне? Она за счет меня выехала, чтобы спасти свою подружку. Всякое такое. То есть, я не вижу... Клуб по смерти. Да. Почему новая зона? Что дальше? Вызрываем наряд? Или по-моему? Я не вижу никакой мотивации со стороны нашего персонажа сейчас ехать к Жуди. До этого мы преследовали какие-то общие цели. Это нас объединяло, ей помогало. А что... В смысле рассказывать? А, не, идешь в задницу. Привет, бестия. Я с деньгами. Бестия вообще... Что в воспоминании Сильверхэнда, что сейчас она вообще какая-то беспонтовая, никчемная. Я не знаю, зачем мы платим ей 15 штук. Ну ладно. Я готов оплатить заказ. Окей. Сбрось мне данные по Андерсу Хельману. Два, пожалуйста. Освободи место. Пишет сюда. Ходись. Надеюсь, ты его нашла? Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Сам свали в закат. Не стесняйся, можешь угощаться. О-о-о! У тебя... Спасибо, я не буду. У тебя способности джедая, телепортация... О, не поднятие, телепортация... Смотрите на этот стакан! Похоже, девушка занималась рестлингом профессионально, раз она так может... Ладно. Оставим шутки про рестлинг. А, ты еще и сигареты так? О-о-о! А, это не сигареты, это биочип. Давайте снова. Посмотрим, что ты нарыла. О, он тоже телепортнулся, прикольно. Вы тут телекинез практикуете? Он не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цянь-Ти. Это дочка Кантао, китайской корпуси. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Да, в принципе, да. Сможешь васледить? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить? Другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев к Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно Ави, поддержки с земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но! Глянь за груженность. Которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... Угадай, откуда перевозка. Исценти. Это Хельман. Робот. И это хороший момент. Сотрудник охраны. Сейчас начнется. А что за плохие новости? А плохие новости их место высадки. Видишь? Все это. Воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко Кантао. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут равнина Джексон. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантао. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Ну, знаешь кого-нибудь? Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Паумер. У нее терки со своим планом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Ну, я тоже кочевник и что? Вот она тебе и поможет. Я думаю, сойдемся. У нее не будет выбора. Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, а за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Кочевник. Ну, понятно. Если ее выгнали, значит ей нельзя доверять. За такую помощницу я платить не готов. Она сама ушла. Ну, что-то там. Из-за будущего семьи, идеалов, кочевников, туда-сюда, я и до половины не дослушал. Я думал, ты любишь знать, с кем имеешь дело. Я знаю достаточно. Когда говорят про идеалы, чаще всего речь идет о чем-то другом. О власти, как правило. К счастью, это не мое дело и не твое. Панам сможет тебе помочь. Это все, что тебе надо знать. Кстати, да. Как-то это странно. Кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как Дерьмова им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Ясно, понятно. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товары. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товары машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос, честь. А дежавю, не так ли, ребят? Я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Ты знала, но не сказала Панам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки. Моя работа? Замечать расклады и использовать возможность. Короче, да, моблющий. Допустим, я и обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Ха, то есть я для нее единственный шанс. А она для меня. Две пешки на доске бестий. Ты быстро учишься для пешки. Эхви. Что? Окей. Ты меня к ней привел вообще-то. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки Рич. По нам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакт. То есть мы сначала... Наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Иди нафиг. Подожди еще немного, пожалуйста. Рипер сейчас приедет. Сука, ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. Просто он мальчик. То есть, смотрите ситуация. Я... Да хорош! А, фу. Где? Меня сейчас вырвет. Ты же не ел ничего. Пойдем. Какая у нас получается ситуация? Мы в начале игры. Кочевник, который ушел из своего клана, берет заказ. Проваливает его, с ним появляются проблемы. Мы крадем игуану, мы забираем заказ и просто сваливаем в туман. И с нами все хорошо. Панам делает то же самое. Проваливает заказ. Но при этом она на крючке. И при этом она всем все должна. И... Блин, ну немножко нелогично. Ладно. Так, ребят. Позвонить Панам. Ну давай позвоним Панам к этой. Бестия дала номер. Привет, Панам. Твой номер мне дала Бестия. Меня зовут Ви. Класс. А что еще эта старая сука хочет меня втянуть? Ха! Забудь о Бестии, могу тебе помочь. Забудь ты про Бестию. Я хочу тебе помочь. Ну, как мило. Знаешь, ты немного опоздал. Передай Бестии. Пусть она поцелует меня в задницу. Расскажи это своему психотерапевту. Я звоню насчет твоей машины и товара. Тебе интересно? Или мне тоже тебя в задницу поцеловать? Как... Товарный склад на Бонита Стрит. Который на выезде из города. Встретимся там. До встречи. Поехали. То есть мы 15 штук. За что заплатили? Просто за инфу, которую она для нас достала. А теперь для того, чтобы нам помогали, мы еще и задания для нее должны выполнить. Ну, блин. Не знаю. Мне очень не нравится такой расклад. Честно говоря, я бы, наверное, таким бы не занимался. Жаль, что это... Основное задание. Если будет возможность кинуть бестью, наверное, я ее кину. Она меня бесит, она мне не нравится. Это по нам тоже какая-то резкая, дерзкая... Блин. Ну, это... Я с такими людьми не очень люблю иметь дело. Они заносчивые. Вакака. Как мы все понимаем, для наемников важна скорость, пунктуальность. До свидания. Не про эту игру. Скорость и пунктуальность. Не про транспорт в этой игре. Вот эта машина, она более-менее еще хоть как-то рулится. Потому что у нее очень медленный разгон. Она очень такая тяжелая, грузная. На быстрых машинах здесь ездить нельзя. Вон, я уже ездил. На плохих машинах здесь тоже ездить нельзя. Тормозов у них вообще нету. Даже у этой машины тормозов нету. Привет, знакомый. Дал мне твой номер. Говорят, ты хорошо работаешь. Если это правда для тебя есть дело, позвони. До свидания. Мне не для тебя. Кто ты вообще такой? Иди в задницу. Ох. Вот эта белая штука очень красивая, кстати. Я бы покатался на такой. Интересно, как она рулится. Стой, чувак. Перехват управления. Чего мне силы не хватает? Серьезно? Восемь. А чего там было? Тут двенадцать. Тут одиннадцать. Я, кстати, не смогу дальше качаться. Тут нужно четырнадцать, шестнадцать. Тут двадцать нужно. Несокрушимость. Весь получаемый урон уменьшается на десять процентов. Прикольно, кстати. Показали, броне увеличится на десять процентов. Не, ну это нужно силу качать прям. Скала! Вас нельзя сбить с ног! Ну это нужно реально мутанта качать, который будет на двадцать силы. Красивая машинка, но я не буду за тебя отчёк навыков тратить. Поэтому это того пока не стоит. Может когда-то в будущем я прокачаю немножко силу, но пока... Так, я могу. Спасибо, не могу. Там нету пункта телепортации. Придётся ехать. Ба-ба-баб! Знаешь, куда тебе посигналит? Может и в пяточку, кстати, когда-то? Да, и в пятка проходит. Хорошо. Я немножко не это... Надо бы посмотреть записи как... Потому что первый раз, когда я нажимаю на F5, то ли оно сохраняется слишком быстро, то ли оно просто не реагирует на первое нажатие F5, потому что когда я кликаю во второй раз, то оно уже, ну, как бы появляется значок. Или, возможно, я просто не готов увидеть значок с первого раза. Надо бы посмотреть. Чартер хилл. Ну вот эта вот машина, хоть она всё равно, как бы, тормозит она очень фигово. Смотрите, какой огромнейший тормозной путь. Она хоть чуть-чуть поплавнее поворачивает. И из того, на чём я здесь ездил, она относительно более-менее нормальная. Потому что... Сколько? Где-то 4 тачки я в этой машине уже пробовал. Или 5. Вон, кстати, тачка из трейлера. Можно попробовать на ней как-нибудь погонять. Посмотреть, насколько там всё неплохо. Ну вот, по-ровному здесь ещё хоть как-то ездить можно. Как только приходится поворачивать, всё. Потому что тормоза не к чёрту. И приходится... Да, я ною, ною, ною. Я знаю. Почему нам не попадаются какие-то нормальные, адекватные персонажи? Почему все, с кем мы встречаемся, какие-то резкие, понтанутые, все такие... А, со мной не разговаривай. А, я круче тебя. Тот же Джонни, ублюдок. Тот же вот этот Мумба, который из Чёрного Клана был. Ты кто такой? Надо бы поздороваться, раз мы собираемся работать вместе. Я с тобой не собираюсь работать. Меня называют Эль Капитан. А тебя называют Ви. То есть могу не представляться. Ты обо всём позаботился? Я готов работать со всеми, кто пришёл ко мне по делу. Бизнес – это я. Помни об этом. Есть, капитан. Давай, давай, скипни. Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Вот тачка. Ладно, пора мне. Созвонись. До свидания. Если что, сигналь. О чём мы говорили? Так, пока не забыл. Тебе нужна тачка? Не нужна мне тачка. У меня есть всё и недорог. В общем, если что, сигналь. Давай, до свидания. Так, F5. Ну, чё ты от меня хочешь? Привет. Привет. Привет, панам. Тыви? Вытащи голову из задницы. Давай поговорим. Что с ним не так? Зачем она тебе? Что не так с этой? То, что она чужая. Я спросила, где моя тачка. Поможешь мне, знаешь? Узнаешь, если согласишься мне помочь. Ха, ну охренеть! Ты условия, что ли, мне будешь ставить? Говори, где машина. Чё завелась-то? Охуеть вообще, с тобой всегда так сложно. Только когда меня пытаются накормить говном с лопатой. Говори, где машина. И что дальше? Я тебе скажу, а ты типа пойдёшь и со всем разберёшься? Тебя это волновать не должно. Я должен с этой истеричкой работать? Серьёзно? Послушай меня. Послушай меня! Тебе нужна моя помощь. Я готов помочь. Честно. Но сначала решим мою проблему. Ладно. Валяй. Что у тебя? Надо поговорить с одним чуваком. Корпораты везут его под охраной. Нет, похищение это не моё. Тем более на разборке с корпоратами нужно куда больше людей и техники. Там только одно ави. Оно будет пролетать над равниной Джексона. Твою ж мать! Поможешь мне. Скажу, где тачка. И помогу вернуть товар. Идёт? Ну, не знаю я. Чёрт! Зачем ты угоняешь этот хлам? Ладно, идёт. Только у нас ничего не получится, если мы не вернём мой тортон. Где он? Что у него такого особенного-то? Разве товар не важнее? Да хер бы с ним! С такой тачкой я могла браться за любые перевозки. А без неё мне только пиццу доставлять. И то... С таким характером тебе и пиццу никто не доверит. Машина в Рокки Риджа. Как я понимаю, ты знаешь, где это. Там и твоя тачка, и товар. Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Ну, поехали в Рокки Ридж? Погодь, мне сначала надо подумать. С чего бы мне интересоваться, кто такой Нэш? Чёрт! Да. Нам нужна подмога. Завернём по дороге кое-куда. Идём уже. Расскажешь, куда? Мудила волосатая. Секунду, позвоню заказчику. Пусть пока помаринуют этого мудила. Она хочет с ними договориться за спиной убийсти? Смелая девочка. Или тупая, как пробка? Тупая, как пробка? Согласен. Наш хочет передать вам груз в Рокки Риджа. Правда, я об этом узнала задним числом. Босс, я с ним разберусь. Только дай мне шанс. Она реально тупая. Босс, ну ты чё? Сколько я для вас ездила? Хоть раз я облажалась? Да, например, сейчас. Я тебе клянусь. Чему идут очки фары горит? Окей. Нет, встречи не отменяй. Просто не приезжайте, я разберусь. Ты ещё спрашиваешь? Само собой. Спасибо, босс. Ты не пожалеешь. Всё. Мне дали время. Так. Ты дала ему слово, и он тебе поверил? Да, прикинь. Есть такая штука репутация. У тебя репутация бешеной стервы? Ну, куда теперь? В лагерь Альдекальда. Надо повидаться кое с кем из моего клана. Ты ушла из клана, не звезди. Не то, чтобы этому рада. Не твоё дело. У меня остались там друзья. Я, кстати, тоже бывший кочевник. Серьёзно? Никогда бы не подумал. Да. Из семьи Бакеров. Пришлось с ними разбежаться и переехать в Night City. Значит, между нами что-то есть вообще. А, так ты вдруг потеплела, да? Ладно, поехали. Садись. В эту? В эту? Я думал, на моей машине поедем. Не в этом ведре. Ну, ладно. Смотрите, что... В смысле, неплохое. Откуда? Мне не нравится, что здесь подстаканники прямо на центральном месте. Это не то, что должно быть на центральном месте в автомобиле. Как тебя вообще угораздило? Цвет понравился. Освежители детское кресло шли в довесок. Ты же знаешь, что я не протачку. А что я должна сказать? Что я хочу пристрелить напарника, который меня наебал и слился? Что моя фиксерша выставила меня дурой? Ну, почему выставила? Ты явно дура, раз ты позволяешь людям так с собой обращаться. Еще и сама обращаешься с людьми, как с мусором. А у меня не так много времени, чтобы ее достать. Вот, кстати, Ви сам подчеркивает. Говорит, мне нужна информация. Она мне не сказала, что знает про Нэш. Бестия? Вообще без понятия, о чем она думала. Какая же она мерзкая баба. Согласен. Ты тоже мерзкая баба, я же с тобой еду. Бестия королева по смерти. Мы для нее просто пешки. Ты меня назвал пешкой? Да кто ты? Она простая тетя. Она пробилась наверх, потому что разбирается в людях. А если она и не договаривает, это часть ее профессии. А по мне она просто двуличная сука. Ты в курсе, что она поставила меня работать со стилетом? Кто это? Ладно. Может, у нее были причины? Если бы я прочитал бы, наверное, про банды Найт-Сити, я бы знал, какие-то стилеты. Но это мой косяк, видимо. Они посчитают, что ей бы виднее сказать, а что скрыть? Я думал, стилет это какой-то вид модификации. Оказывается, стилеты это банды. У нас с вами был чип, в котором рассказывалось про все банды Найт-Сити. И мне просто было немножечко вломать. И все читать, согласен. Тут, возможно, я чего-то не доглядел, потому что не дочитал информацию, которую... Давай пропустим поездку. Все, по три недели хватит. Выйти. Кто вы такие? С нитчем скорпионом. Ох ты, кого пыльная буря принесла. Это Мираж или у меня белочка начинается? Да идите нахер. Ну-ну. А это кто? Есть наша эмоциональная леди справиться, удачи, иди в задницу. Нянька моя. Ви, это скорпион и меч. Мои старые друзья. Если б ты не потеряла машину и товар, то и без няньки бы обошлась. Заткнись. Подстава. Неужто твой тортик и отправился на поморь? Размазал его ужасной Найт-Сити. Да нет, его сперли. Ого. Кто посмел? Тортик это тачка. Я скоро его верну, поэтому и пришла. Я не то выбрал! Какая помощь? Я не то выбрал. Зачем? С теми-то наебали по нам. Мы хотим объяснить им, что так делать нехорошо. Все настолько плохо? Иначе я не стала бы слушать ваши тупые подъебки. Ты знаешь, мы всегда за тебя, сестра. Но сейчас вообще никак. То есть вы мне не поможете? Нет, ты ушла из клана. Мы не можем сидеть тут, пока не вернем в строй генераторы. У них батареи скопытились. Генераторы? Вам какие-то генераторы важнее, чем я? Ты опять прикалываешься? Мы и без них обойдемся. Справимся и без них. Пасть закрой. А ты борзая. Ну отвали от них, они правы. Они в клане. Ты сама из клана свалила. А на меня вам насрать? Панам. Это не для соло. Это для клана. Ты же понимаешь. Ты генератор. В лагере мы не выйдем. Это без шансов. Но про снаряжение сон ничего не говорил. Ладно, поняла. Тогда я возьму твой карабин. И своего по мелочи. Бери что хочешь. Пришла тут права качает. Да уж, ладно, спасибо. Сейчас грибу снарягу и больше вас доставать не буду. Я не понимаю ее претензий. То есть ты была в клане. Когда ты была в клане, они за тебя заступались. Это понятно. Потому что вы клан. Ты свалила из клана. У тебя остался только я. Фига ли? Ты права тут качаешь сейчас. Пришла, выпендриваешься. Да нет. Скорее разочарована. Так, евро-доллары. Начнем. А, о кочевниках. О кочевниках для тупых. Начнем с того, что вы ничего не знаете о кочевниках. Книги, брейндансы, средства массовой информации лгут вам и будут лгать. Пока вы сами не захотите узнать правду. Если кто-то говорит, что кочевник это профессия, не верьте. Это стиль жизни. И в любом клане вам расскажут о нем больше, чем во всех телеканалах. Вот что вам нужно знать в первую очередь. Кочевник больше двух миллионов. Само собой, у них есть иерархия. Она видна во всем. Если знать, на что смотреть. Кочевники делятся на несколько народов. Народы делятся на кланы, кланы, на семьи. Их легко отличить по цветам клановых курток, наклейкам на машинах и мотоциклах. Они подходят к этому вопросу серьезно. Следуйте их примеру, если у вас нет желания уехать домой со сломанной челюстью. Не путайте кочевников с ржавыми стилетами. Многие из них не простят. О машинах. Стилеты это убийцы и выродки, которых вышвырнули из кланов. Кстати, вот нам про стилеты рассказывают. Которых вышвырнули из кланов. Или обычные городские преступники, которые скрываются от полиции. Стилеты сбиваются в банды не потому, что так удобнее, а потому, что у них нет выхода. Ни один здравомысленный человек не станет с ними работать. Поэтому они в основном зарабатывают грабежом и разбоем. Происхождение звания ржавые стилеты неизвестно. Но, скорее всего, за ним стоит не такая, некая очень неприглядная истина. Ну, как бы, понятно уже, вроде, откуда. Ладно. Кочевники зарабатывают на жизнь наемной работой. Род занятий определяет стратегии отдельной семьи или клана. Они одни вспахивают земли. Агрокорпорации. Другие перевозят грузы, охранят корпоративные конвои. Кто-то перебрасывает через границу контрабанду. Кто-то помогает людям исчезнуть с радаров разных компаний или кредиторов. Вы плавите, они выполняют заказ. Затем вы прижимаете друг к другу руки и разъезжаетесь. Самое опасное... А, самое... Это самое основное. Если вдруг нужны патроны, собирайтесь с духом и езжайте к кочевникам. Удачи, спасибо, до свидания. Ладно, пойдем. Будешь трендить по пути, нет? Знаете, в чем проблема пока что вырисовалась у меня для понимания того, что здесь происходит? Есть город, найти. Есть пустоши вокруг него. Но здесь это выставляют таким образом, как будто всего остального мира больше не существует. Хотя та же самая Аросака, это японская корпорация, и они японцы. Ага, не твое дело. Почему все так крутится вокруг Найт-Сити и пустоши вокруг него? Мы же не в апокалипсисе живем. Так, погоди. Что-то такое. Криминальный блок. О, МакКрейн. Да-да-да, ребят, можете вот это вот почитать. На здоровье. Блин, большая записулина какая. Это я думаю, что... Обрывок из книги. Это я подберу. Это я подберу. Здесь... Можешь помочь? Нет. Так, новый чип 1000 ударов в секунду. Можете читать на паузе. Пожалуйста, ребятки. Хорошо. Что там? А что внутри? Пару мелочей, которые могут пригодиться. Бери. Отлично, это все. Дай мне лего какую-нибудь. Дай мне какую-нибудь легендарную винтовку. У меня винтовок вообще не было. Дай мне патронов на автоматическую винтовку, а? Будь человеком. О, тут торговец. Я могу поговорить с торговцем сейчас? А? В чем дело? Покажи, что ты продаешь. Патроны по тротуару. Смотри, сколько души угодно. Ой, блин, какое же здесь отвратительное менюшку. А, я этот... На тебе шутган. На тебе, наверное, вот это... 154 в секунду, тут 161. Вот это вот тоже забери, пожалуйста. Теперь. 142. У Аякса 134. А ты у нас зачем? Defender. Ладно. Знаешь, что мне нужно? Мне нужно... Мне нужно... Где патроны купить? Стойте, я что-то не понимаю. Это продавец. Это товары продавца, да? В общем-то, ребят, я не знаю, как по патронам, потому что я не вижу... Хотя нет, вот они, да? Хруст. Нет, стойте, это модификации. А где... А, вот, боеприпасы. Тьфу ты, блин, все было очень легко. То есть, вынесено оружки, холодное оружие, модификации, но при этом по фильтрам только когда ты включаешь все. Нету фильтра на патроны, на амуницию. Есть фильтр только когда ты включаешь все. Так, требуется, что уровень 14 и... Да, на здоровье. Боеприпасы для винтовок, для дробовиков. Для пистолетов, для снайперских винтовок. То есть, тут такое разделение. Калибра нет, есть просто для винтовок и все. Так, сколько я хочу? 338 за одно. Аж сколько в одном? Погодите. Отменить. Вот там есть документация. Как мне... Ф? Нет. Как мне вот тут документацию пролистать-то? Сколько я покупаю сейчас патронов в этой пачке? Не один же патрон вы имеете в виду? А, то есть, это не пачки патронов. Это я просто регулирую, сколько я хочу патронов. И, например, вот 300 патронов будет мне стоить 600 евро баксов. Хорошо, давайте. У меня автоматический патрон тратится очень быстро, поэтому, наверное, это... Ты 142, Ты 134. Кстати, есть разница по DPS, но этот Аякс, он эпический. И у него химический урон, и у него вероятность отравления, кстати, эффект урона попадания в голову. Хакумы, ячейка модификации ствола есть, все дела, поэтому, наверное... Но на вот этом, на обычном тоже есть, кстати, химический урон. О, вероятность отравления... Ну, даже не знаю, у них примерно десятка различия. Ну, на Аяксе, кстати, ну, прицел тоже я могу снять, мне-то, в принципе, разница. Ладно, давайте я вот этот пока что продам. Фиг с ним. Тут у нас есть Крашер, вот такая вот штука. На 179 аж урона в секунду. А это у нас... Лидер продаж 2020 года. 2020 года, спасибо. Где у нас написан стандартный... А, дробовик. Вот, 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 сверху написан класс. Очень-очень махонькими буквочками. Поэтому, ну, чтобы ты на всякий случай вообще не заметил, что ты покупаешь. Что для тебя нужно? Универсальное оружие. Почему ты красное? У меня просто... А, у тебя у меня просто бабла не хватает. Я понял, вон на нем висит значок этого, то, что у меня бабла не хватает. Ну, каких-то 46 тысяч. Копперхед. Легендарочка. А у меня 16 тысяч бабла сейчас. Я вас понял. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Если что, вот эти вещи можно просто покупать. На самом деле, 190. Хороший урон. Много хороших характеристик, качеств. Дробаш. Дробаш я не буду продавать по одной простой причине. Потому что у меня есть... На него патроны. Если у меня вдруг покончаются патроны на пистолете или на чем-то, я могу просто выхватить дробаш и им попробовать добивать. Хотя у меня есть оружие ближнего боя. Ну, такое. Дробаш просто тоже оружие ближнего боя. Нужно ли оно мне? Ну, такое. Так, хорошо. Что с этой штукой? Кенсин. Почему я его таскаю? Он редкий. У него физический урон, критический урон, время зарядки, вероятность кровотечения. И у меня есть вот эта вот штука. Электрический урон, дополнительный урон от рикошета, вероятность поражения током, коэффициент урона при попадании в голову. Уличенный урон. И еще и ячейки есть на вставлении. А тут у нас две ячейки, они обе уже заюзные. Ладно. Мне с этим нужно будет просто потом разобраться. А, снаряжение. Вот, вот мое бабло 12 тысяч. Все, что с этой стороны, это мое бабло, это его. У него 16 тысяч, у меня 12. Все, я вас понял. Катана продается, потому что она хуже, чем мой мачете. У тебя жрежущего. А у него ножи есть, кстати. О, и недорого. И урона побольше, чем нож. Оружие с длинным клинком. Фишка в том, что у меня, да, оружие с длинным клинком. А тут 360. На 40 урона больше, но это... Вот, танто есть. Танто на 379. Прям красавчик. Физический урон минус 15. Физический урон плюс 15. Клинковое оружие. Ну да, тут описывается, что оно клинково-не клинково. Оно, в принципе, может взять его, попробовать этот танто. Вот, кухонный нож. Кухонный нож, серьезно? Он круче, чем мачете? У него те же характеристики оружия с длинным клинком. Блин, а какого фига? Давайте купим. Просто одеть его. Давай уже поработаем. Ладно. Давай уже ты заткнешься, пожалуйста. Папапам, снаряжение. То есть, у нас мачете обычный. Нож необычный. Начнем с этого. Действие невозможно. А почему? Стоп. Я купил что-то, что я не могу одеть? Хорошо. Ребят. Я нажимаю поменять. Почему действие невозможно? Объясните, пожалуйста. То есть, очень круто написать действие невозможно. Почему? Почему я не могу использовать? Так, убрать. Так, убрать. Я нажимаю средней кнопкой мыши, если что, она не убирается. Меня задолбали. Вот это вот проблемы с менюшкой. Да чтоб его. Серьезно. Почему ты не убираешься? Действие невозможно. Почему я не могу убрать этот чертов нож? Параметры снаряжения. Ребят, напишите, пожалуйста, в чем дело, что за фигня происходит. Вон, написано снизу справа. Убрать средняя кнопка мыши. Я нажимаю, оно не убирается. Этот нож на его место тоже не ставится. Вот я нажимаю, например, на автоматы. Потому что у меня руки заняты. Серьезно, вы из-за этого? Знаете что? Идите в задницу. Это же, это просто перестановка вещей в инвентаре. Ладно, я подожду, пока я скину этот чертов ящик. Потом попробую переделать это все. Ладно, все, ребят. На этом серии, наверное, будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Уже поедем с этой пам-пам. В следующий раз, в следующей серии. А на сегодня у нас все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok